Хава Нагила, друзья, с вами Бёрди Бутч. Сие есть демонстрация идеальной работы по наземке супер самолёта Як-9Т. Три снаряда, три поджога, фраг. В теории боезапаса хватит на 10 фрагов. На практике мне хватает на 2-3. Если постараться, хватит на 3-4. В общем, есть у нас в игре самолёты, которые сильны, молоды, эффективны, но почему-то игроки не спешат брать их в сетап. Казалось бы, летай и нагибай, но не хотят и всё тут. Зил-2 штурмовик используют. Это, конечно, машина со славным боевым прошлым, но куда логичнее, на мой скромный взгляд, использовать Як-9Т. И не сказать, что он лучше Ила, нет. Нет у него ни бомб, ни ракет. Зато есть вот что. Пушечка НС-37. В носу стоит. Ох, как ей приятно работать. Радовать танкистов, особенно тех, кто ещё не вкачал огнетушитель. А есть хитренькие. Они специально подолгу не тушатся и всё ждут, когда мы потеряем к ним интерес. Кстати, неплохая тактика, если вы знаете, что ваш танк, так сказать, может слегка подгореть. Будьте внимательнее. Конечно же, боезапас скромный. И это, я считаю, одна из причин малой популярности этого самолёта. Нет, он не забыт, но лично меня с него атакуют крайне редко. Главная фишка штурмовки на истребителе – это возможность дать отпор вражеским ястребам. Это и жупонятно в принципе. Поэтому, в отличие от бобриков и штурмиков, на яке нашим не нужно мониторить ситуацию в воздухе перед вылетом. Крутится он вполне себе неплохо и сливают нас скорее во время работы по наземке, чем в докфайте. Есть один пулемёт ОБС, он мне очень не нравится, но если вы хотите оставить пушку для танков, то приходится юзать его. И он так-то вполне себе дамажит. Лента у меня на нём стоит в воздушной цели, и она в принципе неплоха. На пушку, конечно же, бронебойки. 60 мм пробития в упор – это вам не шутки. Хватает на любую цель, но я скромно советую не тратиться на самоходки. Тепереча краткий курс сниппера. Дабы избежать дикого расколбаса, вам следует... А. Прокачать самолёт в топ. Б. Прокачать уход за оружием. Это лишним не бывает. В. Стрелять всегда одиночными и никогда зажимом. Пункт Г. Точно, очень точно прицеливаться. Не успели поджечь – уходим на второй заход. Промахнулись – ждём, если есть немного времени. По нам кто-то работает – лучше зайти снова. И всегда, всегда стреляйте в двигатель. Да, в рандоме с зенитками и прочими врагами это непросто. Ну а кто сказал, что быть сниппером легко? И тогда, может быть, вы сделаете, ну, 5 фрагов. Обычно меньше, но бывает и такое. А если ваша тима доминирует, а до филда не очень далеко, то и пополнить можно. Например, на заводе фил там близко, а карта популярная. А вот на новороссийский на релоуд летать не стоит. Далековато будет. Кто-то может подумать, что лучше качнуть Су-6, ведь там две такие пушки, а боезапас в три раза больше. Так-то да, но есть нюанс. Пушки-то в крыльях, а сведение. Например, у меня 400 метров. Значит, 500 мимо, 300 тоже мимо. А пробой на полкилометра 42 мм. Значит, под углом не пробьет. Плюс Су-6 это не як. Виражить он не будет. Имея энергию, не уйдет. И зениткам его сбить легче. Вы думаете, почему Хорта никто не использует? Так что Су-6 неплох, но пока что я предпочитаю Як-9Т. И вам советую. Это настоящий летающий истребитель танков. Только не спешите, и все у вас получится. Наверное. Ставьте лукасики, подписывайтесь на наш канал. Это, так сказать, всячески приветствуется. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вступайте в прекрасный паблик Панцерс Софа. Ссылка, как всегда, в описании. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Пис.